А знаете, братья, что такое? Ад-Бар-Кулуфикум, посланник Аллаха, салалулаху, алейхи вассалим, рассказал нам об Азе. Следующее. Он сказал, что приведут человека, который всю жизнь наслаждался всем бытовым. То есть у него и имущество было, и деньги, и деньги, и имущество, и недвижимость, и женщины. Все у него было. То есть вот не было ничего такого, в чем бы он нуждался. Все, что хотел, все, что у него это было. Представьте, и всю жизнь человек живет. То есть кто-то из нас, чтобы чего-то добиться, всю жизнь посвящает чему-то, чтобы добиться, например, заработать какие-то деньги. 20, 30, 40 лет, например, и к 50 годам что-то зарабатывает. Другой там мучается и так далее, чтобы добиться какого-то поста. Другой, третий, еще там добивается, чтобы добиться руки той или иной женщины и так далее, и там подобные вопросы. Паракулуфикум. А пророк сказал, о человеке, который никогда ничего не добивался, вот у него все, оно и так было. Наверное, какой-нибудь царь, сын царя. И посланник Аллаха, салавлаху, алейхи васалим сказал о том, что этого человека, который всю жизнь жил в наслаждениях, и ни в чем у него не было нужды, окунуть в ад. То есть, как вот мы берем, допустим, взять эту ложку, вот так окунуть в кофе и вытащить. То есть, не держать, там еще просто окунуть. И потом спросят у него, ты когда-нибудь что-нибудь хорошее видел? То есть, он, представьте, всю жизнь жил в наслаждениях, и только когда его окунули, он забыл о всех наслаждениях. Сколплюсь с Аллахом, я никогда ничего хорошего не видел. Субхан Аллаху. Представьте, человек, который всю жизнь жил в таких наслаждениях, только от того, что его окунули в ад. Пророк, салавлаху, алейхи васалим, рассказал об аде, барабху, алейхи васалим, о том, что огонь ада в 70 раз сильнее огня этого, на этом свете. То есть, кто-то из нас, не дай, вот иногда обожгется, как ему больно, как ему тяжко перенести эту боль. А что сказать, барабху, о том, что это в 70 раз тяжелее, в 70 раз страшнее? Салавлаху, алейхи васалим, ад барабху, питание в нем будет с дерева закум называться. Вода в нем называется хамим. Посланник Аллаха, салавлаху, алейхи васалим, рассказал нам об этом дереве закум. Человек, барабху, зайдя в ад и будет испытывать от жары сильной, то есть от огня, у него тело сгорает, как Всевышний Аллах написал в Коране, кожа сгорает, новая меняется, кожа сгорает, новая меняется. И самое страшное там, то, что человек, или я знаю из ужасов ада, то, что человек там очень сильно кушать захочет, очень сильно захочет есть. И ему предложат барабху, луфикум, плоды из дерева закума. Что из себя представляют плоды из этого дерева закума? Когда человек съест эти плоды, Аллах спонтально описал их, что эти плоды похожи на голову шайтана. Представьте, какой страшный. Но несмотря на это, от сильного голода человек начнет кушать эти плоды. И эти плоды у него встанут в глотки. То есть само зрелище примерно представить так и то, мы его не можем представить в том виде, как оно будет в Али-Язубиллях. Человек горит везде, еще и голодный, еще и ест этот плод, еще он вот здесь у него застревает. Когда у него застревает, он попросит питье. Он попросит питье, ему принесут воду, который называется хамин, напиток, то есть адом, в Али-Язубиллях. И как описал его посланник Аллаху, когда человек эту чашу привязает к лицу, то есть еще даже пить не начинает, у него кожа с лица слазит. То есть представьте, какой жар вот этого вот напитка. Но из-за боли, которую он чувствует, что вот этот кусок здесь у него встал, он все равно будет пить этот напиток. И выпить его, и этот плод провалится, и вместе с этим плодом сзади у него выйдет все его внутренние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!